Здравствуйте, меня зовут Полина Кольт, это проект Красноярск Перезагрузка Года, в котором мы рассказываем, как сильно изменился наш город за последний год. Сегодня речь пойдет о наследии универсиады, о спортивных объектах. Один из них за моей спиной, это Кристалл Арена. Ее очень любят хоккеисты и их болельщики. Как раз сейчас они готовятся к матчу. Сейчас Сокол играет на двух аренах. Платине и здесь в Кристалле. Этот лед у хоккеистов самый любимый. Арена удобно расположена, зрители ближе к полю, а в здании помимо основного есть еще и тренировочный лед. Александр Репьях, воспитанник Красноярской хоккейной школы, сегодня один из лучших нападающих в высшей хоккейной лиге. Игрок прекрасно помнит, как в городе был всего один ледовый дворец. И там разворачивались битвы не за шайбу, а за лед. Раньше, я помню, на пол поля катались два года по 45 минут. Ну, сколько успеешь, или да, как бы выхватить, столько и дают. Много любительских команд сейчас образовалось. Много детей идет заниматься хоккеем. Ну, в детские школы набор там больше, чем раньше. Лет, наверное, 15 назад, 10 сейчас. Думаю, популяризация хоккея растет в крае. Самый яркий из новых объектов, который видно с самолета, это кластер «Сопка». Это единственный полноценный центр по фристайлу и сноубордингу в России с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этого вида спорта. Самый любимый объект, на котором мы сейчас находимся, это «Сопка», потому что это, а, самый сложный объект. И мы до последнего не верили, что его можно сделать, потому что это уникальный объект. Все трассы фристайла и сноуборда находятся в одном месте. Это и параллельный стол, и могул, и там, все, что связано с соски-кроссом, с борт-кроссом, пайпы. Пайпы вообще в стране на одной руке можно пересчитать. И мы в Красноярске имеем с вами два пайпа, которые сейчас за моей спиной. И он самый уникальный, самый красивый и дисциплины фристайла и сноуборда, один из самых красивых. «Сопка» — это объект номер один, и им реально можно гордиться не только на российском уровне, но и на мировом уровне. Сейчас то, что подготовили к универсиаде, становится тренировочными базами с дюшор. Скалодром, волейбольная, баскетбольная площадка, скош-кабина, гольф-симуляторы, самый большой бассейн города Олимпийского стандарта. Все это тоже наследие зимних игр. Кластер «Радуга» сегодня стал тренировочной базой для спортсменов сборной края по плаванию, водному полу, синхронному плаванию. «Прекрасные лыжные трассы для подготовки краевых сборных команд и муниципальных школ по лыжным гонкам — это в первую очередь, потому что этот кластер принимал как раз именно зимние виды спорта, такие как лыжные гонки и спортивное ориентирование. Поэтому лыжные трассы используются. Есть искусственное оснежнение, которое готовит трассы уже довольно-таки давно, несмотря на то, что снега не так много в городе». Гостей универсиады больше всего удивляла доступность всех объектов. Все в черте города, и зрители успевали за день побывать на трех-четырех соревнованиях. «У нас все есть. Так как расположены объекты на территории города Красноярска, можете поэкспериментировать и поискать. Такого расположения объектов в миллионном городе нет. Вот многие объекты, многие города, вот по универсиаде я хорошо это вижу. Вот сейчас Швейцария там очень красивая, Люцерн, очень аккуратненький город швейцарский. Но там будет проходить универсиада, и мало кто заметит, что там будет универсиада. Потому что спортивные объекты расположены на расстоянии 20-40 километров от города. Все. А у нас в черте города. Большая гордость – это, конечно, Платинум-арена на 7 тысяч зрителей. После универсиады она стала домом для пяти спортшкол. В арене проходят хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию. Как раз сейчас идет подготовка к чемпионату России. Платинум стала не только спортивной, но и культурной площадкой. Арена трансформируется для больших концертов и ледовых шоу. Но в историю этот объект вошел как место зажжения огня зимней универсиады 2019. Именно тут проходила церемония открытия и закрытия студенческих игр. Это стало самым ярким шоу в истории универсиад. Субтитры создавал DimaTorzok